Некоторые лодки так жалко. После ухожения они не разбиты. Весь дек завтра. Жалко так лодку. Это очень старая лодка. Она похожа на дивизиантную. И не продаж, и деньги жмёт стоит просто. Доброе утро. Доброе утро. Наш последний денёк. Как сказать, наш отправной денёк. Мы тут уже собрались. Чемоданчики готовы. И мы так подумали и решили прогуляться по порту. Сделать небольшой обзор, что тут лодки стоят. В каком состоянии. И показать вам немножко. Да? Ну вот разгулялась погодка. А то вообще хмурно было. И дождик был. Некоторые лодки так жалко. Вот они стоят. Они ничейные. Или, скажем так, хозяин не объявляется. Или какие-нибудь судебные разбирательства. И Марина ничего с ними не может поделать. И они стоят просто заброшенные в ужасном состоянии. Неважно, моторка или парусная. Вот эта наша соседка, которая брымчит. Сегодня очень сильно вот эта верёвка по халубе. Она и сейчас стукает. Но, как бы, пока это не твоя мачта, по которой стучит, то не так страшно. Но, как бы, background получается звук. И ты привыкаешь к нему. Ну, не тик-так. И не хорошее состояние тик-так. Ты имеешь вот эта классическая форма, когда заходишь назад. Да-да, такая вкуснаденькая. Ну, я прославлю. Это очень старая лодка. Она похожа деревянная вообще, да? А вот это, вот эти места, что? Это похоже на дерево. Дерево? Да, дерево прям. Ну, верно, обшитая. Вот эта лодка у меня приколовать. Как известная елка. Обвешена разными... Кто он называл экспедиционной? Кто-то. Экспедиционной, потому что все есть. И ветряк, и панель стоит рядом. Да, и все привязано, все снаружи, чтобы все с собой вести надо, да? Да, это в таком состоянии, конечно, жалко. Ну, испанцы плохо к лодкам относятся. После них покупать такое дело. Она охотничномокая жопа, но у нее то, что в воде лежит, очень узкая. Видишь? Очень узко в воде лежит. А-а-а. Да. При этом длинная. И у нее открытый корпус. Вот эта вот. Если волной захлестнет, волна проходит сразу, стекает, не застревает. Но она, вроде как, еще более-менее в нормальном состоянии. Майн-бенитоп. На плоскодонке. Руль вижу. Даже еще не такой страшный. Да, она не сильно обросла. Да. То есть, они еще смотрят. Солнечные панели лежат вон. Можно по имени написать. Это бенитоп, да? Бенитоп? Ну, у меня ферс написано. Он бенитопский называется. Бенитопский. Тут моторки. Ну, тут за это вроде как следят. Даже полностью накрыли. Это тоже в неплохом состоянии. Да. Видишь, как хлопает. Я говорю про лебедки, которые без стопора. Они просто лебедки. Да. Рядом с каждой есть лебедка. Чтобы, по сути, лебедки накрутил. Чтобы тут поматываешь на лодку и остается так. Да. Центральный кокпит у нее. Что дает больше уверенности. Ты находишься в лодке. Лучше управлять. И здесь сзади. Здесь большая, огромная каюта для хозяев. Даже кровать так поперек стоит. Вот так стоит. То есть, ну, как бы сбоку. Больно. Мама тут уже плохо ухоженная. Огни разбиты. Весь дык засором. Так тут вот и хозяев-то не объявляет. На них все ходят облизываются, а он ее продавать не хочет. Сам не ухаживает. Суды здесь ободрался. Накрывашка. Замелит пешок. Хоп смолк. Угу. 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 Да. Жалко так лодку, а. Да, очень много лодок. Пропадают просто стоят. Люди, блин, не знаю, по каким соображениям покупают, а потом вообще бросают. Да продай ты тогда другим на радость. Это, кстати, может быть даже ранники. Это ранники? Да, кстати, она алюминиевая. Да. Такого огромного. Да это точно аппарат. Офигеть. Наверное, метров двадцать. Она всегда стояла здесь. Кольский ход, кстати, смотрите. Нет, я не замечала. А, у нее считается какой? Центральный кокпит или задник больше? Да, нет. Он все равно находится в задней части, смещенный из-за того, что такая огромная штуковина. Блин, я точно про нее не замечала. Ранники, это же та, которая может быть абсолютно... Они все по-разному внутри выглядят, да? Ты по своему дизайну можешь ее сделать. Смотри, какие эти кранцы. Нормально так. Шины. Ооо. Они хоть и пакетами накрыли, но все равно. Она стальная, поэтому... Типа они покрасим и нормально? Да. На этой лодке можно по кругу света десять раз объехать. Только за ржавчиной смотри. Видишь, нужно начинать уже. Надо сразу шликовать. Это вот с этими лодками? Нет, это ржавчина. Это просто ржавчина. Это просто ржавчина. А, точно. Цельный. Это тоже неизвестно, что лучше. Так, доски можно... Две вставила, можно перелезть. Да, тут надо полностью открывать, и если вдруг захлестнет волна, то точно попадет туда. А... Я здесь укрепила. На этой большой лодке на моторке точно живут. Я видела... Да, с собакой. С собачкой женщину. Здесь пока ничего интересного, да? Или вот это? Вестерли. Вестерли. Прикольно. Тоже тик-дик, да, у нее. Он весь, смотри, расшепелился. Ой, там даже некоторые куски вылетели. Его обдирать, короче, надо, и что-то класть другое. Нафиг этот тик-дик. Что-то мы его вообще не хотим. Что? Может, он не работает? Может быть, он сам... Ой, 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 ой... Бедная лодочка. Вся обросла. Вся ржавеет. Офигеть, такая ржавчина. Вот это продается. Вроде как он даже мог. Вот это тоже шлевеет. Ну, сколько работа. Уже стальная... За 10 тысяч он... Ну, он ту, говорю, да? Которая обвалилась кусками бетонную. Напоминает мне вот этот зад из фильма «Капитан Рон», да? У них тоже такой был зад. Садняя каюта. В общем, разного плана лодки и разного, конечно, качества. Комна. Окна, конечно, шикарные, высоченные. Вообще огромная штуковина. К ней ты не раз швартовался. Это якорство, да? Маленькие лодочки. Женские стоят. И моторки. Да, вот эта огромная, большая стоит. Но она... Ее опечатали. Полиция испанская. Она под арестом стоит. Какие-то проблемы юридические у хозяина. Поэтому... И не продашь, и деньги жрет. Стоит просто. Скажем так. Здесь часть верфь. Здесь и я. Здесь лимонные работы проходят. Понимают лодки. Мы в этой части вообще еще не были. Блин, а? Офигеть. Здесь, когда она взросла. Здесь не строится. Здесь кто-то живет. Ну, а некоторые живут. Так... Есть! Ммм... С женовым стоит. Какой? Тридцатьчетыре, да? Тридцатьчетвертый. Ну, в принципе, какой же размер мы и смотрели, да? 35, 34, 30 или 35, 36 даже Что-то еще интересно, где дейлер стоит Дейлер, я уже знаю Пипец, свет радует здесь А, ну здесь потому что уже кетчуп Это искусственный, не, он выглядел искусственный тик Он прям мягкий, мягкий, это искусственный тик Ну или под тик сделан, это жену Ханзе Наша соседка кельская А что пишут с ними город, где зарегистрировано Ангелус О, какая интересная лодка Бавария 34 Баварии, кстати, здесь мало я заметила По сравнению вот с рынком Голландии, например Или в Германии Ну немецкая марка, но она такая серийная Не все ее любят Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok